Это не значит, что нельзя зарабатывать деньги. Наоборот, если ты кричишь, что работает фундаментальный анализ, если ты кричишь, что ФРС делает то-то, то-то, если ты кричишь, что рынок должен пойти туда-то, это полная херня. Вложил ли кто-то из учителей, которые на сегодняшний день учат хоть одну копейку денег своих студентов. Самое главное, чтобы на рынке были деньги. И график вас никогда в жизни не обманет. Сегодняшняя тема и вообще тема сегодняшнего разговора это для того, чтобы разбить людей, которые не верят в теханализ и разбить людей, которые с закрытыми глазами верят в фундаментал. И сегодня я вам просто покажу определенные вещи, которые работают, которые не работают. И самое главное, почему они работают. Вы знаете, в последнее время на интернете появилось огромное количество людей, которые якобы понимают что-то финансово, которые пытаются объяснить все, что происходит на рынке. Просто их счастье, что они не попадают на меня, и я могу задать три наводящих вопроса, и эти люди ни на один из моих вопросов не ответят. Сегодня я вам покажу просто определенные вещи, благодаря которым вы просто сможете поверить, почему технический анализ работает. Да, естественно, может не в супер простой форме. Я сразу предупреждаю, я не торгую треугольники, я не торгую флаги, я торгую понимание рынка. Теперь я просто покажу несколько вещей, просто элементарных, а потом покажу несколько картинок. Значит, самое главное, самое главное, это просто вы должны понимать определенные вещи, что на рынке есть всего два игрока. Это покупатель или продавец. Если кто-то из вас думает, что покупатель или продавец рисует свои картинки на графике так, чтобы это получился треугольник, получился бы, например, флаг или зигзаг, или еще что-то, то вы просто понимаете, что вы себя обрекаете просто на полный идиотизм. Как вы себе представляете, когда на рынке происходит борьба между покупателями и продавцом, чтобы они рисовали картинку, которая подходит вам? Просто задайте себе вопрос. Рынок считает стихийным. В моменте цена стихийна. Но мы не смотрим, что происходит в моменте. Мы смотрим общую картину происходящего, то есть как инструмент себя вел. И сейчас я вам просто сначала нарисую определенные картинки с помощью пейнта. Объясню и потом вам просто покажу. Поэтому, когда человек пытается объяснить каждое движение инструмента, это в корне неправильно. Потому что не все движения инструмента можно объяснить. Особенно сейчас, когда рынок стал очень сильно манипулируемым. Это не значит, что нельзя зарабатывать деньги. Наоборот, это значит, что вы путем того, что вы делаете домашнее задание, можете понять, как отобрать тот или иной инструмент. Вот это для вас самое главное. Так вот, теперь давайте сначала поговорим о теории, а потом эту теорию переведем на практику. Для того, чтобы вы понимали. Потому что я в последнее время стал видеть такое количество хитеров, которые там говорят, технический анализ не работает, фундаментальный анализ работает. У меня просто предельно простой вопрос к этим людям. Покажите, сколько денег вы заработали. Честно? Вот если человек не может заработать деньги, и не может показать, сколько он заработал, мне не о чем с ним разговаривать. Вот честно. Я в среднем заработал почти 20 миллионов долларов. Как вы думаете, я буду слушать человека, который показывает мне, что он заработал там 150 тысяч рублей и рассказывает, как он прав? Только дистанция, только дистанция показывает, что вы из себя представляете. Сразу говорю, хвастовства ноль. Но если ты хочешь, чтобы тебя слушали и учитывали твое мнение, то пожалуйста, если ты кричишь, что работает фундаментальный анализ, если ты кричишь, что ФРС делает то-то, то-то, если ты кричишь, что рынок должен пойти туда-то, это полная херня. И этот год, этот год, вернее 2020 год, показал то, что все аналитики, которые выступали за что-то, за ту или другую сторону, они были все в корне неправы. И только аналитики, и многие трейдеры, и все остальное. И потом я вам просто приведу несколько примеров. И пускай вот эти люди, а среди наших там 1200 человек наверняка есть такие люди, которые умеют красиво разговаривать. Знаете, я в последнее время захожу на YouTube, но все так красиво разговаривают. Хочется просто задать элементарный вопрос. Да никаких проблем. Ну покажите, стоит над своей. Кто у меня на курсах, те знают. Я четыре раза в году устраиваю живые семинары. У меня четыре раза в году живые торги. На всех рынках. Форекс, Америка и Россия. Все в прямом эфире. Потом, кто, кстати, был у нас на реальных торгах, тот пишет. В Турции у нас везде реальные торги. Я сажусь и торгую, и показываю на реальном счету. Не 10 тысяч долларов, не 100 тысяч долларов. А последний раз мы вообще торговали полмиллиона в Турции. Поэтому, если вы хотите, я говорю не вы, вы, а человек, который хочет подискутировать, то как минимум этот человек должен иметь какую-то базу. Но когда мне начинают говорить ФРС, учетные ставки и все остальное. Ребята, это работало 20 лет назад. Это теория марковица экономическая и все остальное. Оно не работает. Сейчас рынок стал спекулятивным. Если группа людей из реддита может нагнуть геймстоп и нагнуть несколько супер крутых компаний на несколько миллиардов долларов, это показывает одну вещь. Что все эти возбужденные люди, которые сейчас вещают на интернете, даже не хочу их имена говорить для того, чтобы создавать им рекламу. Потому что плохая реклама это тоже реклама. Но честно, я вот когда смотрю, я смотрю полный бред. Когда показывается какая-то картинка, когда показывается ФРС, это ничего не работает. Работает только цена. Так вот смотрите внимательно. У нас есть всего два игрока. Это покупатель и продавец. И они на рынке создают ситуацию, которая по-простому называется либо баланс, либо дисбаланс. Я об этом рассказывал уже на протяжении последних 15 лет. То есть если в инструменте покупатели и продавцы равны, то инструмент стоит на месте в ренже. Одно маленькое но. Даже когда инструмент стоит в ренже, в нем всегда что-то происходит. Если кто-то по телевидению выходит и говорит, что когда инструмент стоит в ренже, там ничего не происходит, это как раз то место, где все происходит. Это то место, где набирается позиция. Приблизительность всего объема, который копится в ренже, 30 процентов объема это односторонний объем, который остается. Вначале, когда они набирают позицию, очень тяжело определить, кто ее набирает. То ли покупатель, то ли продавец. Но рано или поздно инструмент вам все равно покажет, в какую сторону он будет идти. Почему объем скрыть нельзя. Почему, внимательно запоминайте, почему вот недавно у нас был вебинар по дешевым акциям. Я покажал дешевки, которые пойдут. И за 5 дней было 2 дешевки, которые пошли по 150-200%. Почему? Крупный игрок, который будет набирать позицию, он вам никогда в жизни не покажет, что он набирает большую позицию. Почему? Потому что все трейдеры сидят на финвизе, на любых других источниках и смотрят такой фильтр, который называется unusual value. Что такое unusual value? Unusual value это нестандартный объем. Когда они видят, что есть нестандартный объем, то эти люди сразу начинают на это обращать внимание. И если они видят, что появился нестандартный объем, они начинают в этот момент вместе с крупным игроком заходить. Почему? Потому что когда вдруг начинается объем, значит покупатель, естественно, преобладает над продавцом. Если вот сегодня я вам покажу несколько таких картинок. Если объем флетовый, кто-то тихо-тихо набирает позицию. Вот задайте себе вопрос, просто элементарный вопрос. Думайте сейчас вместе со мной, как умные трейдеры, а не умные, блядь, размышлянкины. О, сори, обещал матом не ругаться. Которые выходят на интернет и пытаются каждую картинку объяснить, ФРС и все остальное. Полная мрачная херня. Я, может, у кого-то заслужу несимпатию, честно, мне абсолютно безразлично. Потому что я единственный человек, который вам скажет правду. И когда я не могу объяснить картинку или не понимаю ее, я честно говорю, я не понимаю эту картинку. Но я не буду пытаться объяснить каждое движение инструмента. Потому что есть инструменты и есть движение инструмента, которые я объяснить не могу. Так вот, когда идет борьба между покупателями и продавцами, и покупателю нужно скупать, то покупатель может только покупать позицию за счет продавца. То есть, что он будет делать? Он будет пытаться все равно держать инструмент в ренде, не давать ему далеко уйти, иначе ему не отдадут позу. Задайте себе простой вопрос. Представьте себе, вы очень крупный покупатель. Вы хотите покупать позу. Продавец вам не продает. Что вы будете делать? Вы никогда не пошлете рыночный ордер. Почему? Потому что на рынке все увидят вот это резкое движение инструмента и начнут вас опережать. Это называется фронтрайнинг. И поверьте мне, я человек, который работал в хедж-фонде PTGP Partners, который был привязан к компании WorldCore. Я видел, как работают крупные игроки. И когда какой-то человек, который торгует 100 тысяч рублей, пытается вам объяснить, как работают крупняк, а вы задайте этот вопрос человеку. А что ты знаешь о крупняке? А ты видел вообще когда-то, как набирается позиция в 300 миллионов долларов, 400 миллионов долларов? Ответ нет. Эти люди об этом ничего не знают. Потому что такое знать можно только либо посмотреть кино про Бобби Аксель Рода, либо быть там на флор и видеть, как набирается позиция. Так вот, крупный игрок, который набирает позицию, будет всегда ее очень аккуратно выстраивать. Почему? Как только на рынке появятся паранормальные объемы, то все будут видеть, что появляется паранормальный объем. А это самый простой фильтр. Например, средний объем инструмента 500 тысяч, в инструменте появились объемы миллион. И все сразу увидят, что удвоились объемы. И, естественно, в первую очередь все будут лезть в эти объемы. То есть это первый сигнал, когда вы видите, что крупный игрок начинает показывать то, что у него есть. Самая лучшая позиция это флэт. Это когда идет такой долгосрочный флэт, и инструмент пытается вот так вот погонять от уровня к уровню. Тем самым он маленьким игрокам, вот тем же скальперам, дает возможность заработать. А крупным игрокам, он по-простому у них пытается немножко забрать позицию, показать им, что он сильнее. И он может гораздо сильнее руководить рынком, чем они. Теперь смотрите дальше. Так как я сказал уже, всего есть два игрока, покупатель и продавец. Каждый игрок на рынке оставляет след. А теперь задайте просто вопрос один любому человеку, который на сегодняшний день преподает в интернете. Вложил ли кто-то из учителей, которые на сегодняшний день учат, хоть одну копейку денег своих студентов? Так вот, дорогие друзья, я открыл тульский офис, у меня работало 200 человек, в которых я вложил своих 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов своих личных денег. И офис существовал 6 лет. Никто, ни один человек сегодня из преподавателей трейдинга на интернете не вложил ни одного цены. Я по сегодняшний день в своих талантливых учеников вкладываю деньги или нахожу им инвесторов. Один единственный. Один единственный. Почему? Потому что я верю в то, что я делаю. А теперь представьте себе одну вещь. Каждый покупатель или продавец на графике оставляет какую-то свою точку. Одна точка на графике или один бар практически ничего не значит. Но, если вы видите общую картину, то вы можете кое-что понять. Сейчас я вам кое-что покажу. Одну секунду. Итак, смотрите внимательно. Что у нас есть? Итак, представьте себе, что у нас есть вот такой вот бар. Закрытие этого бара где-то здесь. Предыдущую картинку мы ничего не видели. Представьте, что здесь вообще ничего. Пусто. Абсолютно. А теперь представьте себе, мы получаем вот такую вот картинку. Прямо удар в один и тот же уровень. И закрытие здесь. Эта картинка уже показывает, что появился какой-то лимитный игрок. То есть, еще мы ничего не знаем. Но мы знаем, что есть лимитный игрок. Потом у нас получается вот такой вот бар. К примеру, смотрите, вот такой бар и закрытие вверх. Вот эта картинка уже показывает о том, что попытались вот на этом баре высадить всех ненужных игроков, маленьких, и пытаются закрывать инструмент под самый верх. То есть, что это значит? Один бар или одна точка какая-то на графике закрытия-открытия никакой цены или никакой информативности не несет. Но закрытие относительно какого-то уровня, выше или ниже, закрытие, например, под хай-бара или еще что-то всегда несет за собой какую-то информативность. Что просто вам я хочу показать сейчас определенные вещи и просто вам объяснить. Итак, смотрите внимательно. Вот я подготовил несколько картинок. Все картинки динамичные. Все картинки динамичные. Сейчас я вам кое-что покажу. Итак, смотрите внимательно. Я включил комментарии. А теперь к вам вопрос. Простой вопрос. Я сейчас буду вам просто объяснять. Очень многие из вас читали мою книгу, смотрели мое видео и всегда задают вопрос. Почему работают уровни первого часа? Вот просто элементарно. Задайте любому человеку вопрос. Почему работают уровни первого часа? Вот смотрите. Я задаю вам сейчас два простых вопроса. На которые я вам сейчас отвечу доказательной базой. Не просто скажу слушайте Герчика, Герчик прав. А отвечу вам доказательной базой. Почему? Очень важно закрытие инструмента в конце дня. И почему очень важен уровень первого часа? А теперь смотрите. Я вам просто покажу. Просто, чтобы вы понимали. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Здесь не в стопах дело. Итак, смотрите внимательно. У нас на Нью-Йоркской фондовой бирже, да, на Нью-Йоркской фондовой бирже, есть такое понятие, которое называется TVOIL. Сейчас я вам покажу на часовиках. Смотрите. TVOIL это максимальный объем на Нью-Йоркской фондовой бирже. А теперь внимательно посмотрите. Каждая полосочка это один час. А теперь посмотрите. Максимальный час это первые, даже не час, а полчаса. А теперь смотрите, я вам сейчас покажу маленький секрет и кое-что вам покажу. Притом это не важно на каком рынке происходит. Это происходит на американском рынке, на российском. Посмотрите. Самое важное закрытие это последние 15 минут. Вот они. Это 15-минутный чарт. Смотрите. Видите? 15 минут. То есть самое важное это последние 15 минут. Видите? Вот она. Она показывает, где закрывается инструмент и за счет чего идет борьба в цене. Вот это очень и очень важный фактор, который, как я уже сказал, большинство количества людей не учитывают. То есть что это значит? High low первого часа это очень сильный уровень внутри дня. Притом не важно какой маркет вы торгуете. Российский рынок, американский рынок или фьючерсы. Абсолютно не важно. Это открытие. То есть не важно вопрос один это начало сессии. И сессия первого часа. Например, кто торгует китайскую сессию, это первый китайский час. Кто торгует английскую сессию, это первый час английской. Если вы торгуете Америку, то это Америка. Если Россия, то Россия. То есть я вам только что показал доказательную базу. И просто кто-то что-то сказал. А почему работает объем? Потому что только объемом можно показать, кто ты есть. Если вы пришли в обменный пункт и меняете 100 долларов, на вас никто не посмотрит. Но если вы пришли и меняете 100 тысяч долларов, вы объем. И вы представляете какой-то интерес. Так вот только объем может двигать рынок. Что такое объем? Объем это крупные игроки. И спекулянты, спекулянты, они ведут себя абсолютно по-другому. Спекулянты ведут себя, в отличие от всех остальных людей, по-другому. Потому что они рискуют своими собственными деньгами. А вот когда вам кто-то скажет, что вы неправы, вы скажите одному человеку один простой вопрос. Я вкладываю свои собственные деньги в свою собственную сделку. Вот когда ты будешь на моем месте, и ты возьмешь свои собственные деньги, и положишь свою собственную сделку, вот тогда мы будем с тобой разговаривать, а не размышлять. Поэтому, как вы видели, в конце дня я никогда не обращаю внимания на хайлоу. Для меня самое главное это закрытие инструмента. А теперь представьте себе одну вещь. Сейчас еще раз вам кое-что покажу. И вы поймете. Сейчас я вам включу, даже включу комментарий. Итак, представьте себе вот такая картиночка. И вот она делает вот так. И закрывается вот здесь вот. Первое, первое, что вы себе даете какой ответ, вы себе говорите. Один простой. Почему именно от этой точки, вот от этой, инструмент откатился? А ответ предельно простой. Потому что в этой точке стояли лимитные игроки. И когда инструмент шел, он ровно ударился в этих лимитных игроков. То есть, когда мы ударились в лимитных игроков, мы понимаем. Никакие объемы, никакие индикаторы не нужны. Абсолютно никакие. Я не пользуюсь никакими объемами и никакими индикаторами. Только горизонтальные уровни, больше ничего. Откуда, абсолютно верно, он Алексей Вейк написал. Откуда он пришел? Стоит лимитный игрок. Просто лимитный игрок. И этот лимитный игрок дальше может пустить инструмент, а может не пустить. Что это значит? Когда инструмент идет и дальше опять ударяется. Вот тут, вот тут. Нет, я инвестиции не принимаю. Вот тут. Вот видите, год назад работает нефть, которую показывали. Вот смотрите. Вот тут надо уже смотреть, что инструмент делает. Если инструмент откатывается назад, это одна игра. Если инструмента нет глубокого отката, это другая игра. Если инструмент прилипает к уровню, это третья игра. То есть, очень важно эта реакция инструмента на последующую игру. Не совсем так. Остановка означает, что лимитный игрок копит позу. Не совсем так. Остановка означает, что впереди есть лимитный игрок. И когда мы смотрим, как себя ведет вот этот лимитный игрок, что он делает, мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент, если будет пробой, инструмент будет разбит. Дальше что мы понимаем? Например, есть уровень. В крипте можно просто тоже смотреть закрытие и открытие. Смотрите. Вот есть лимитный игрок. Мы, например, не откатываемся назад, начинаем здесь тусоваться, идем на такой зажимаемый ближний ретест. Мы прекрасно понимаем, что если нет импульса в инструменте, значит, естественно, крупный игрок еще не добрал позицию. То есть, что это значит? Эфир будет сохранен. Крупный игрок, крупный игрок. Пойдет тогда, когда у него достаточно крупная позиция. И те водозвоны на интернете, которые утверждают, что вот сейчас будет пробой, или пробой будет через 2 часа, или через 3, это полная херня. Потому что пробой случится только тогда, когда крупный игрок наберет достаточно крупную позицию, и только тогда он вам покажет, что он ее набрал. Ни раньше, ни позже. Очень часто вы видели такие картиночки, что в инструменте, в консолидации, идет очень длинная консолидация, инструмент делает такой маленький пшик, и тут же возвращается назад. Вы продолжаете сидеть. Сидеть ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что вы должны понимать, что в инструменте идет накопление позиции. И если он специально туда взял его, даже в пробой вверх, это не значит, что он лонговый игрок. Он вас просто может обмануть. Не забывайте одну вещь, что крупные игроки очень часто заходят через опционы, а там вы ничего не видите. Ничего не видите. И очень много из вас делают одну ошибку. Вот молодой человек до этого написал, нужны объемы. А очень часто бывает, что инструмент идет в пробой, и никаких объемов у него нет. Почему? Потому что крупняк закупил объемы на опционах. На опционах можно заходить с гораздо меньшими объемами, а покупать гораздо больше через опционы. Да? Поэтому, когда человек говорит, что объем является подтверждением пробоя, или отсутствие объема показывает то, что это ложный пробой, это полная чушь. Это полная чушь. И если кто-то хочет со мной побороться, пожалуйста, я с удовольствием с вами подискутирую. Если вы покажете, что вы действительно адекватный человек и можете со мной спорить на одном уровне. Поэтому еще раз объясняю. Объемов может не быть. Рассказываю вам одну историю, которая произошла конкретно со мной. В 2014 году, в 2013 году, у меня работал такой трейдер, Сергей Шерстабитов, который со мной поехал вместе в Америку. Значит, мы создали общую стратегию. Стратегия была основана на опционной торговле. Значит, что было? Значит, мы брали опционы, складывали все опционы, делали из опционов определенный коэффициент. Например, смотрели, кого больше продаж, покупок, закрытых колов, закрытых путов. То есть, опционы имеют 8 значений. 2 в третьей степени. Купить, продать колы, путы, закрыть, открыть. Поэтому мы сделали определенную стратегию, где мы собирали каждый опцион, присваивали ему какой-то коэффициент. Это конкретно мы сделали. Скажу даже больше. Мы это сделали не сами придумали, это была научная работа, будем говорить так, Мехмата, Бостон университет, IT-технологический. Один из самых крутых. Мы взяли их научную работу, подизменили определенную, сделали вещи. И в какой-то момент мы ловили акции, которые открывали с бешеным гепом вверх. Только через опционы. То есть, ты смотришь на график, график никакой. Ты смотришь на объемы, объемы никакие. А в опционах была вся борьба. И мне мой товарищ когда-то сказал, что очень часто, например, какой-то игрок говорит, что все, я продаю свои акции, но в то же время он покупает опционы. Вы не видите никакой опционной торговли, не видите никаких объемов. Вы видите только, что крупняк продает. Однако вы никогда не знаете. А потом вдруг по рынку идет резкий разворот по акциям. Почему? Потому что у него достаточно уже много опционов. И внизу он просто покупает инструмент для того, чтобы перекрыться. То есть, очень часто крупные игроки хеджируются, например, опционами, для того, чтобы никто не видел их позицию. То есть, поверьте мне, я там гораздо умнее ребята. И график, график никогда не обманывает, не обманывает. Поэтому нужно смотреть график. А теперь я вам сейчас покажу несколько картинок, для того, чтобы там совсем добить людей, которые не верят в технический анализ и людей, которые верят в фундаментал. Итак, давайте я вам покажу первое. Одна очень интересная бумага. Итак, смотрите внимательно. Сейчас я вам ее покажу. Можете посмотреть. Итак, смотрите внимательно. Бумага, которую мы давали в проканале, называется OGI. Итак, посмотрите внимательно на эту бумагу. Просто, чтобы вы понимали, да, по поводу объемов. Посмотрите, объемы космические у нее. Акция торгуется 50-100 миллионов в день. А теперь смотрите внимательно вот на этот уровень. Вроде выглядит одинаково. Давайте посмотрим, насколько четкий этот уровень. Это для тех людей, которые не верят в технический анализ и не верят в уровни. Смотрите внимательно. И вы, кстати, можете посмотреть этот инструмент и поставить уровень. Давайте сейчас вот сюда смотрите, я специально вам покажу. коробочку, которая показывает объем. А теперь смотрим внимательно. Хай бара. 3 доллара 37 центов. Смотрите внимательно. Мы видим, что это зеркальный уровень. Лоу бара. 3 доллара 37 центов. Лоу бара. 3 доллара 38 центов. На секундочку, чтобы вы понимали. Вот в этом баре объем 20 миллионов проторгованных акций. А в этом баре объем 55 миллионов проторгованных акций. А в этом 17 миллионов. То есть, что у нас получается? Что цена удержалась суммарно, где в инструменте проторговалось 60 миллионов акций. 60 миллионов. Посмотрите внимательно, еще раз показываю. Смотрите внимательно, видите? High 337, смотрите внимательно. Low 337, Low 337. При пробое Low 37, запомните, я с вами говорю, все в прямом эфире. При пробое, а вот, кстати, еще посмотрите, давайте посмотрим сюда. Low 340. То есть, мы имеем огромного ливидного продавца. При 3.37 пробое вниз, его просто унесут вниз. А теперь задайте себе один вопрос. Как можно построить лимитного игрока в инструменте, который проторговался суммарно 60 миллионов акций? 60 миллионов. Это, извините меня, не акция, которая торгуется 200 тысяч. 60 миллионов суммарно проторгована, да? О, сори, не 60 миллионов, а 100 миллионов. Еще раз, я очень ошибся. Смотрите внимательно. Первая свеча, первая свеча, 55 миллионов. Вот, смотрите, вот это первая свеча. И уровень 3.37. Это понятно, что при правильном проведении уровня в данной ситуации, при пробое 3.37 инструмент просто унесут вниз. Это о том, что один бар на графике ничего не делает, но если вдруг появляется 2-3 бара, это уже не стихийный бар. Кто смотрел мои на телеграм-канале уровни по Белуге, я в прямом эфире показал, 3.250 был уровень. Я сказал, ребят, если пройдем, мы сейчас по Белуге улетим. Белуга удвоилась там за два дня, да? Еще раз объясняю одну вещь. Абсолютно есть, вернее, есть вещи абсолютные, которые можно, не люблю слово предугадать, предсказать. Есть вещи, которые непонятны, но при пробое OGI 3.37 она пойдет вниз. Хотите вы ли этого или не хотите? Почему? Потому что если какой-то лимитный игрок пытается удержать уровень и уровень будет пробит, он его удержать не сможет. Потому что он получит шортистов и получит людей, которые покупали выше и ниже какого-то уровня они будут капитулировать. Теперь давайте скажем так, ну да, акциями можно, конечно, поспекулировать. Давайте посмотрим, что все-таки у нас бывает на фьючерсах. Итак, давайте внимательно вместе с вами посмотрим. Итак, смотрите внимательно. Это фьючерсы на сахар. Это фьючерсы на сахар. Сахар очень плохо торгуется, где-то очень дорогие контракты, порядка где-то у него 100-150 тысяч контрактов. А теперь посмотрите внимательно, одну секунду. Вот смотрите, видите вот этот уровень? Смотрите. А теперь давайте посмотрим, насколько этот уровень четкий или не четкий. Давайте сюда посмотрим. Итак, ло у нас. 14.09 Low 14.09 Копейка в копейку на фьючерсных контрактах Которые торгуются хрен знает сколько Видите? Вот это и есть Очень важный фактор Который вам правильно Поможет взять ту или иную позицию Смотрите дальше Вот еще один 15.57 15.55 Копейка в копейку Теперь я вам покажу несколько очень интересных примеров Смотрите акция одна очень интересная SKT Кто помнит она у меня была А теперь поймите одну вещь Что при пробое этого лимитного крака инструмент улетит Вот смотрите внимательно А теперь давайте посмотрим на сколько Вот этот четкий уровень Итак смотрите внимательно Хай 14.95 Хай О чудо 14.95 Это значит что при пробое в 15 долларов А мы кстати SKT давали выше 14 SKT улетит Почему? Первое у него очень сильное накопление У него ярко выраженный уровень И стоит лимит на игру И идет небольшое поджатие Все что нужно сделать Все что нужно сделать Нужно на своей бумажечке Вот смотрите как у меня Видите написано На своей бумажечке Просто написать что вы ожидаете От того или иного инструмента Я даже не смотрел там объем Мне абсолютно безразлично Есть там объем Или нету объема Мне абсолютно этот инструмент Абсолютно безразличен Мне интересны только цены Поэтому когда люди начинают говорить Про ВВП Про ФРС И все остальное Пускай этот человек Который например вещает Да Неважно в инстаграме В ютубе Или еще где-то Объяснит мне Почему В 2020 году После падения В 35 или 40 процентов Рынок вырос Рынок вырос только Потому что в рынок Была заканчена Денежная масса Это единственный вариант Вопреки всему Что сейчас происходит А теперь смотрите внимательно На сегодняшний день Мировой долг Перед мировым ВВП Вот давайте Никто не подглядывайте В интернет Я в интернет не смотрю У меня эта цифра не записана Сейчас Одну из коми У меня эта цифра не записана Вот можете посмотреть Видите Нету этой цифры Да вот просто скажите Мне кто знает Каков сейчас Мировой долг К ВВП Мировому Просто интересно Кто знает Три к одному То есть на сегодняшний день 300 процентов 300 Больше 300 350 Это долг Запись будет А теперь объясните мне Одну вещь На каком основании Так какой 100 300 у нас 350 процентов Долг к ВВП А теперь объясните мне Простую вещь На каком основании 355 На России я прочитал Это наверное Где-то Втихаря 355 А теперь задайте себе вопрос На каком основании Рынок Вообще Все рынки Выросли На каком основании Выросли рынки На каком Не на каком Правильно Потому что только Печатают деньги Больше Ничего Нового нету Проблемы в мире Очень большие Денег Только в денежные вливания Почему рынок Почему рынок Идет Так вот представьте себе Вот такую вот ситуацию Вот есть акция Которая называется РСЛ Посмотрите внимательно Компания Сейчас теряет Миллиарды долларов Компания Сказала Компания Занимается Круизными Перевозками Круизы Компания Абсолютно Абсолютно Не собирается Запускаться В этом году То есть компания Сказала Что в этом году Они абсолютно Не запустятся Потому что Есть проблемы И все остальное Задайте вопрос Почему вообще Акции идут вверх Потому что Это чистая спекуляция Посмотри следующее Акция Дельта Посмотрите внимательно Идет под хай Почему Вот просто мне Объясните Одну простую вещь Одну простую вещь Да по одной простой причине Потому что Идут денежные вливания И все поддерживают Государству Не выгодно Кого-то банкротить Сейчас Понимаете Потому что Будет безработица И все остальное То есть Логических вещей Почему Карнивал Или Дельта Идут вверх Их нету Но еще раз Объясняю Рынок Не всегда логичен Рынок Абсолютно Не всегда логичен И если вы будете Смотреть Что будет с ними Вы поймете Что в них Просто вкачивают Деньги Просто элементарно Тупо В эту систему Вкачивают деньги Кажется Немного не понимаю О чем Компания Которая Третий год Не зарабатывает Деньги Идет вверх Биткоин Это немножко Другое Биткоин Это горячий Инструмент Это а-ля Тесла Абсолютно верно Про Мейсис Абсолютно Такая же проблема О чем Я говорю Торгуйте Торгуйте То что вы Видите Только то что вы Видите А не то что вы Знаете Торгуйте Только то что вы Видите В первую очередь Тесле не конец У Теслы денег Более чем достаточно На рынке Присутствует Только одно Это ваши глаза Это лучший индикатор Это лучший Индикатор Боковой уровень Это наклонные линии По простому Поэтому Самое главное Чтобы на рынке Были деньги И График Вас Никогда В жизни Не обманет Ну конечно Берлуга Это чисто разгон Акции был Это чисто разгон Фундаментала Никакого нету Компания Копейки денег Зарабатывает Понимаете Поэтому дорогие друзья Еще раз Ближний РТС Я не буду что-то Рассказывать Откройте интернет Посмотрите И как я уже сказал Торгуйте То что вы Видите А не то что Вы знаете Вот это самое главное Всем хорошего дня Всем удачи Ну все Я на сегодня Закончил И как я уже сказал Торгуйте только то Что вы видите Вот видите У меня каждый день Домашка На листике Каждый день Вот смотрите А есть пузырь Или нет пузырь Да какая разница А кто сказал Что я не учу Крипту торговать Мне абсолютно Безразлично Какой торговать Инструмент Если вы посмотрите У меня на бумажке Была крипта По 39 тысяч А первый раз Я рекомендовал Крипту покупать По 11 800 А теперь я вам Кое-что скажу По поводу крипты Когда я первый раз Говорил покупать крипту Это еще там По 7 тысяч Было по 8 тысяч Я сразу сказал Сказал Ребят Я не понимаю крипту Мне она не нравится Но График смотрится вверх Я крипту покупал По 39 тысяч Не покупал Я рекомендовал И сказал Ребятам Не смотрите Сколько она стоит График Смотрится Вверх У меня Кстати Две недели назад В субботу Я для пробы Поставил Несколько криптомонеток Маленьких В телеграм-канал И некоторые Монетки Стрельнули По 50 По 100 Мне безразлично Что торговать Если вы спрашиваете Какого-то человека Отдай нам Информацию По какому-то инструменту Он говорит Я это не торгую Значит он не понимает Трейдер Хороший трейдер Должен торговать Любой инструмент Абсолютно не важно Почему? Потому что Любой инструмент Это спрос Предложение Покупателя И продавца Если вы не понимаете Как устроен спрос Предложение Покупателя И продавца Вы ни один инструмент Не сможете объяснить Вы не сможете объяснить Почему не состоялся Ложный пробой Почему вышли объемы Или еще что-то Вы ничего не сможете объяснить Вот это почему Люди идут учиться Герчику Не может что Герчик Заработал Больше всех денег Чем все обучающие Преподаватели Вместе взятые Вместе взятые Все Я знаю Кто на этом рынке Обучает И кто сколько денег Заработал А знаете почему? Потому что Я понимаю рынок Без треугольников Без флагов Без наклонных линий А могу объяснить Вообще без ничего Открыть голый график И сказать Куда пойдет цена Вот и все Всем хорошего дня С вами был Александр Да все сейчас Очень модно Так говорить Я тоже очень модно Скажу С вами был Александр Герчик И тема Сегодняшнего занятия Была Почему Не правы те люди Которые Не любят технический Анализ И не правы те люди Которые любят Фундаментал Всем хорошего дня Надеюсь я вам сегодня Не просто объяснил А доказал Что все что В интернете Разбирается Это просто Можно на 20 Разделить Всем хорошего дня И наверное Поэтому я еще Не такой популярный И у меня на инстаграме Всего 50 тысяч Человек А не 500 тысяч Как только Других людей Которые занимаются Раскруткой своего Канала Мне абсолютно безразлично Сколько людей у меня на канале Мне самое главное То что я делаю То что я люблю И самое главное То что я делаю Счастливыми вас Тех людей Перед которыми Мне приятно выступать Бесплатно Не все меряется В этой жизни Деньгами друзья Абсолютно не все Вы знаете Вчера меня один человек Убил Мне написал Один молодой человек И сказал А вы знаете Почему там У какого-то человека Там у вашего конкурента 500 тысяч На инстаграме А у вас 50 Я говорю Почему Да потому что У вас не все структурировано У него там все Я говорю Послушайте внимательно Я живой человек Я живой человек И у меня Инстаграм Устроен так Что я рассказываю То что я хочу А не то что надо Потому что Если я буду рассказывать То что надо Я буду как все А ярму Как все Я на себя лепить не хочу Поэтому я рассказываю То что вам нужно А не то что нужно мне Вам этот анекдот Очень понравится Короче Ну извините Ну извините Ну думает Плячь Сейчас что-нибудь скажу Короче Третья машина Останавливается Девушка Говорит Куда вам Он говорит Там населенный пункт Она говорит А вы из Газпрома Он говорит Да из Газпрома Ну короче Они садятся Она говорит Вам печечку включить Он говорит Ну да То есть замерз Очень включила А музыку какую Хотите послушать Ну да Давайте Вот там Я знаю Шансон Ой здорово А бутербродик будете Ну да Конечно с удовольствием А кофеек горячий Он говорит Да А она говорит Ну Скажите пожалуйста А может это Миньед вам сделать Он сидит Говорит С удовольствием Ну в общем Она делает Он поднимает голову Говорит 15 минут В Газпроме работают Вот такая Классная организация Все Всем хорошего дня Всем удачи Ну Я надеюсь Улыбнулись Было не очень пошло Поэтому торгуйте То что вы видите Спасибо тебе Что посмотрел это видео Не забудь поставить лайк Если тебе понравилось Если очень понравилось Поставь 5 лайков А если хочешь увидеть видео На определенную тему Из трейдинга Пиши в комментариях Свой вариант Мы обязательно сделаем Так чтобы тебе понравилось Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok